Здравствуйте, дорогие друзья! Эфир телеканала Абакан 24 продолжает беседа с Высокопреосвященным Иоанна Фаном, архиепископом абаканским и хакасским. Здравствуйте, Владыка! Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, я хочу начать нашу беседу с такой очень радостной новостью. Читала в соцсетях и сама была свидетелем того, как возводился храм. Нашему Благовещенскому храму в этом году уже исполняется год с того момента, как Вы его освящали. Очень помню этот день, такой светлый, радостный, было очень тепло. И собралось очень много людей, которых, казалось бы, храм маленький, ну, можно так посмотреть с улицы, внутри вроде много места, но все равно не уместил всех людей, кто пришли порадоваться этому событию. Вот когда мы говорим о Благовещенском храме, какие у Вас воспоминания? И этот день тоже можно вспомнить. Я сердечно приветствую всех Вас, дорогие телезрители. И спасибо за вопрос. Он действительно такой радостный, хороший. В нашей жизни много и печальных моментов, и радостных. Они как-то вот из этого всего сплетения и состоит жизнь. А это действительно радостное событие. Более оно произошло в день празднования Покрова Божьей Матери. А это очень любимый праздник на Руси. Я действительно принимал участие в освящении. Ну, не только я. Два архиерея, что редко бывает. Архиепископ Корейский Феофан, который является бывшим клириком нашей Абаканской епархии, поэтому приезжает сюда. Он принял участие в этом торжестве. Так что два архиерея освящало. Действительно, очень много людей с хорошим таким подъемным настроением участвовали в этом событии. Молились хор, духовенство и так далее. Все, что полагается при освящении храма. А освящение храма состоит из сначала омытия, сначала водой, как это вот подавляется крещению человека, а также и престол омывается сначала водой, потом розовой водой, помазывается священным миром, читаются особые молитвы, облачается престол. Все это кропится святой водой. Ну, а в заключении уже стены храма оказывается кадилом, освящается святой водой и завершается освящение крестным ходом, после которого читается особая совершительная молитва. А далее, как и положено, следовала праздничная божественная литургия, которая действительно собрала очень много людей. Это памятное событие, радостное. И этот год, конечно, продолжались работы по благоукрашению храма, по доводке каких-то вещей, необходимые для храма. Сейчас очень красивая территория, очень красивая территория. Деревья посадили, зеленый газон и цветы, ну и, конечно же, внутреннее убранство. Замечательно. Я хочу выразить благодарность нашему мэру Алексею Викторовичу Лемину за то, что он это дело, которое начало было Николаем Генриховичем, он воспринял как свое личное, взял на свои плечи, довел до конца. И вот у горожан есть теперь такой прекрасный, особый, красивый, с бело-мраморным иконостасом, украшенный с любовью, такой замечательный храм. Скажите, Владыка, а вы там часто бываете? Ну, я там бываю, когда служу, я стараюсь служить регулярно, я каких-то пределов временных... Вообще, знаете, у архиерея есть обязанность посещать все храмы, веренные ему епархии, и об этом даже дается такая вот архиерейская клятва, когда при рукоположении архиерей ряд обещаний дает перед патриархом, перед членами синодами, перед народом Божиим. В том числе посещать приходы веренной ему епархии и следить за духовно-нравственным состоянием пасты. Поэтому это моя обязанность все приходы посещать. Я это стараюсь делать, в том числе и плодовищенские. Несколько раз за этот год мы служили там, совершали божественную литургию. А вот ты скажите, пожалуйста, вообще вот если смотреть в целом по Хакасии, у нас вообще много возводится храмов? Да, конечно. У нас храмы вот за этот период, я здесь уже 24 года, а в январе будет 25 лет. Некий такой юбилей. Вот за эти 25 лет могу дать отчет, что храмы строятся активно, интенсивно, но медленно. К сожалению, у нас крайне очень богатый в настоящий момент. И вот не так быстро, как хотелось бы. И благовещенский храм, он хоть тоже занял некоторое время в своем строительстве, но он быстро был построен в сравнении с другими храмами. А так вот в поселках, в селах их достаточно долго строят. И строятся храмы, восстанавливаются. У нас ведь сохранился старинный храм Новомарьясов, это село близ поселка Копьево. Там чудо, он за эти годы до революционной постройки храма сохранился. И вот его восстановили, ну в смысле вот сделали ремонт такой, чтобы довели до состояния, когда мы... И вот скоро уже готовимся тоже к освящению. В Абазе подходит к концу строительства храма. Замечательного, тоже благовещенского и тоже очень красивого. Хотя, на мой взгляд, конечно, Абаканский немножко более с любовью украшен. И в Абазе тоже хороший. Ну, говорят же, что если строятся храмы, это к добру. Это говорит о том, что люди у нас живут, вера ведь, правда. Как вы считаете, в Благовещенском храме все получилось? Я неоднократно видела, как вы приезжали на строительство и советовались строителями, и говорили, и так далее. Он же, видите, тоже такой, по сути своей, уникальный, потому что очень многое сделали именно наши абаканские мастера. Вот здесь им приходилось внедрять новые технологии. Вот на ваш взгляд, все получилось? Или вы бы еще что-то хотели внести в этот храм? Ну, вот мне очень нравится этот храм. Ведь дело в том, что его возводили строители, которые имели уже опыт в создании храма. Это очень важно. Я имею в виду город Абаканский, Константинский и Ленинский храм. И уже возводили с учетом каких-то, может быть, ошибок, которые были, да, где-то этот опыт, он очень пригодился. И несмотря на то, что этот храм не такой большой, он большой, но не сильно большой, не собор, но он очень хорошо получился, на мой взгляд. И с эстетической точки зрения это украшение города, и с практической точки зрения именно в этом районе нужен был храм, и люди его ждали. И я думаю, что ни один горожанин не выскажется, что нам этот храм не нужен, и это лишнее. Нет. Храм возводился на пожертвования, поэтому не лишним будет сказать, что спасибо большое и низкий поклон всем, кто принял в этом участие. Храм получился замечательный, я очень доволен. Ну и будут еще другие храмы и в Абакане, и в других городах. Тем более, в Абакане строятся новые жилые районы, расстраиваются, почему бы и там не быть места храма, правда ведь? Конечно, но это дело будущего. То есть строительство храма, как я уже сказал, в нашей епархии не такое быстрое, но оно неуклонное, вот что радует. И храмы за этот период появились во многих городах, это замечательно, это прекрасно. Я вообще хочу сказать, что Россия, несмотря на известные сложности и трудности, трудности роста, трудности, может быть, внешние, никогда в истории мира, истории любой страны не было такого периода, как был в России, когда строили храмы в огромном количестве. Буквально, если взять по стране, каждый день сдавалось по храму. Это невероятно, но это было. И сейчас у нас и в Москве прибавилось храмов, и в регионах, и даже вот в таких отдаленных, как наш, тоже храмы строятся. Это радует. В октябре действительно очень большой праздник, мы с него с вами начали этот диалог, покрова Пресвятой Богородицы, такой особенный день. И знаете, вот даже когда смотришь на икону, вот это белое покрывало, которым Богородица нас всех укрывает, и мы чувствуем некую защиту. И мне кажется, вот в эти дни о нас чувствуется особо, потому что мы все очень переживаем. Вы посмотрите, вот эти два года такой тревожности, да, все люди и по-другому начинают свой день просмотра там новостей, переживают за своих близких, которые находятся на Донбассе. Вот скажите, пожалуйста, вы же очень много общаетесь с людьми, я видела, как к вам подходят на службах. А вот задают вопросы, просят защиты, все-таки понятно, что у всех вера в душе, но все равно, наверное, еще хочется какого-то определенного богословения, вот таких каких-то слов поддержки именно от вас. Потому что вера в наших людях, она живет несмотря ни на что. Да, это так. У нас есть и неверующие люди, конечно, мы же все-таки прошли, наша страна прошла, наше общество, 70-летний период государственной политики атеизма, это тоже, так сказать, оставило свои следы. И многие люди, в особенности те, которые лишены были возможности, чтобы их бабушка или кто-то еще мама, может быть, взяла за руку и привела в храм, таких людей очень много. И они ищут вот эту дорогу уже самостоятельно к храму, и кто-то не нашел, кто-то нашел, а кто-то, может быть, озлобился, а кто-то, может быть, закоснился в своем безбожии. Это свободный выбор человека. И нам, конечно, радостно, когда человек приходит в храм, но от того, что, скажем, человек неверующий, он не перестает быть человеком. А еще Тертулиан, древний учитель церкви, сказал о том, что душа человека по природе христианка, даже если она этого не знает. И человек подсознательно стремится к красоте, добру, то есть Богу к совершенству. Даже если он этого не понимает, душа каждого человека, она стремится к этому. И я думаю, что для многих людей вот эти поиски, они закончатся тем, что они найдут дорогу домой, в храм. А храм – это не только дом Божий, это и наш дом. Это, конечно, время сложное, а когда время было простое. Всегда были и нестроения, и политические, и общественные. И сейчас тоже время сложное, внешние обстоятельства. Все это, конечно, учитывается. Но люди, вы знаете, никогда не спрашивают о том, вот когда закончится у нас СВО. Потому что все знают, что это зависит прежде всего от нас. От того, как мы будем молиться, от того, как мы будем помогать воинам, от того, как мы будем стремиться к этой победе. И церковь молится о победе, о том, чтобы цели, поставленные в СВО, были достигнуты. молиться. мы молимся. Мы молимся не политически устраивая какие-то акции, а молимся от сердца. И от того, как мы будем молиться, многое зависит. Поэтому мне хотелось призвать в особенности родственников, воинов, которые там сейчас находятся, молиться за своих близких, не сняться приходить в храм, не сняться дома, молиться. молитва очень многое может. Вот есть такая пословица, что материнская молитва со дня моря достанет. И это относится не только к молитве матери, но и молитве супруги, молитве братской, сестринской. Вы сейчас стали об этом говорить, и я знаете, какой случай вспомнила. Вы, наверное, тоже об этом читали в новостях, когда наш коллега, военный корреспондент Павел Поддубный, он попал, можно сказать, в засаду на него этот вражеский дрон, и уже практически во всех новостях появилась информация, что он погиб, и подтверждали даже коллеги. Но потом, к счастью, все с ним было хорошо. Я очень хорошо помню, как тоже одна журналистка процитировала слова известного такого поэта военного Константина Симонова. его кто-то очень-очень ждал дома. Возможно, тоже за ним, ну, невозможно, я уверена, за него молились, и, как вы сказали, со дна моря, так и вот, наверное, в этом случае. Ну, это не значит, что те, кто погибает и жертвует своей жизнью, что их родственники плохо молятся. Вот. Все события в жизни и печальные, и радостные, они все вплетаются в удивительную ткань промысла Божия. И, может быть, нам не сразу дано понять, а для чего это было нужно. Но одно мы знаем, что промысл Божий ведет человека всегда. ко спасению. Вот. И если бы все заканчивалось этой жизнью, то, конечно, это было бы величайшей несправедливостью смерть людей вообще, в том числе и на войне. Но мы христиане, мы веруем в жизнь вечную, и наша молитва не столько о сей жизни, как апостол. Вот сегодня читали слова, кстати говоря, в церкви. Мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть наша цель не здесь устроить рай на земле, хотя, конечно, должны потрудиться, чтобы здесь было людям хорошо, а все-таки жизнь вечная, вечность, жизнь будущая. Вот начали мы с вами рассуждать вот на эту тему, мне кажется, столько у людей все время вопросов и переживаний. А я вот хочу вас спросить, вот смотрите, иногда нам кажется, вот помните, когда был ковид, тоже сколько было переживаний, и тоже, мне кажется, даже как-то даже люди немножко разделились, кто-то в это верил, кто-то не верил, кто-то выстраивал какие-то гипотезы, были какие-то вот разногласия между людьми. А потом все, вроде бы закончился ковид, мы все немножечко выдохнули, и потом снова нам испытания. Получается, нас Господь постоянно испытывает, Он дает нам вот такие трудности, потому что столько все время каких-то сложностей происходит, и казалось бы, ну может быть, уже хватит людям страдать. Почему? Ну да, это вот я об этом и сказал, что не бывало в истории человечества простых времен, они всегда сложные. Вот, и смысл этих испытаний, в том числе, ведь вы знаете, что Бог зла не сотворил, Бог смерти не сотворил, а зло и смерть вошли в человеческий род как результат отпадения человека от Бога, от того первоначального события человеческой истории, которое, к сожалению, имело место и называется грехопадение наших прародителей. Это преступление той единственной заповеди Божьей, которая была дана не кушать плодов от определенного древа, которое называлось древо познания добра и зла. И казалось бы, странно, но вкусили плодов что-то такого. Нет, это было, сейчас у нас много заповедей, целых десять, а тогда была одна. Вот, для чего? Для того, чтобы человек ее исполняя, все более и более бы приближался к Богу. Поэтому, да, вот это событие произошло и оттуда, вот, и смерти, и войны, и бедствия, но они, все эти события, попускаются Богом, только те, которые в конечном итоге человеческому благу служат. То есть, это нам все на благо, вы хотите сказать? Да, вот давайте такой пример вспомним, как проповедь пророка Ионы в Вавилоне, точнее, в Ниневии. Ниневия, это был огромный город, мегаполис, и вот Бог посылает Иону, чтобы сказать, что жители этого города сильно согрешили, поэтому город будет разрушен. И Ион отказывается, потому что он знает, что Бог милостив, а может быть, они покаются, и Бог переименит это решение, а он станет, как бы, уже пророком. И он бежит в Виапию, да, вот это известная история с его путешествием, поглощением рыбы, и все-таки он был вынужден подпочиниться воле Божией и пойти в Ниневию и проповедовать. Четыре дня сидели жители Ниневии в прахе, покрыв себя одеждой покаяния, постились, молили Бога, чтобы это наказание их миновало. И Бог переменил, это вообще страшно сказать, Бог переменил свое определение. О чем эта история говорит? О том, что никакое Божие определение о мире и человеке не является абсолютным. Оно говорит о том, что человек есть соработник у Бога. И поэтому от нас зависит, как дальше история мира будет развиваться. Не только это в Божьей воле, но и в нашей. А как Вы думаете, вот эти события, которые в нашей жизни происходят, они тоже получаются для чего-то нас чему-то учат? Мы должны какой-то урок извлечь? Ну, и тут разных можно пророков привести на этот счет. Вот один из пророков говорит, возвещает, так говорит Господь, во что вас бить еще? Понимаете? То есть уже все, все меры воспитательные, исчерпаны. и все-таки Бог еще терпит и продолжает отечески нас как бы немножко бить вот этими всеми испытаниями и несчастьями. Это справедливо для любого отрезка истории и, конечно, для нашего тоже. Многие сейчас эти народы страдают. Конечно, конечно, но, как говорил Василий Макарович Шукшин, страданиями душа человеческая очищается. Хорошо. А как Вы относитесь к таким словам «время все расставит на свои места»? Я бы сказал по-другому. Бог и история все расставят по своим местам. На принципе, то же самое. Конечно. Если еще говорить о том, что сейчас очень много наших ребят на Донбассе и мы видим большие волонтерские миссии туда отправляются. совсем недавно туда отправляли иконы, потому что в Донецке тоже в одной из молебных комнат случилась беда и так далее, все сгорело. Вот скажите, пожалуйста, вот епархия, как принимают в этом участие? Предлагали ли вам тоже ехать на Донбасс? Потому что много очень репортажей, я смотрю, там очень много священнослужителей и миссий очень много туда. Вам предлагали, как вы вообще к этому относитесь, поехали ли туда? Я думаю, поехали бы, если предложили, но не предлагали пока. А так епархия, конечно, ведет, не так, принимает участие в той большой работе, которую Хакасия осуществляет, народ Хакасии. У нас есть волонтеры, я не буду подробно рассказывать, чтобы не сложилось впечатление у людей, что мы, вот я перечисляю наши заслуги, это не наши заслуги, это наш долг. Поэтому есть у нас добровольцы, которые оказывают большую помощь. Епархия, конечно, в этом участвует. Потому что невозможно оставаться, конечно же, в стороне прадовить. Всегда читаю новости, которые публикуются у вас на официальном сайте, и общаясь с вашими коллегами, священнослужителями, они говорят, что вы очень часто бываете в поездках, в разъездах. Какой поездке хотелось бы рассказать? Вот эти все поездки, вот эти миссии, с чем они связаны? Пожалуйста. во-первых, я уже сказал, о главной цели этих поездок, это, конечно, внутри Хакассии. Я обязан посещать приходы, и это делают все архиереи, не только я. То есть недостаточно служить только в кафедральном соборе, главном соборе епархии, и никуда не ездить. Надо обязательно посещать, общаться с людьми, совершать богослужения, это очень важно. Я стараюсь этого правила придерживаться. Ну и, конечно, при решении вопроса, куда поехать, я, конечно, смотрю количество людей, которых в данном месте православные христиане. Какие-то места мы редко посещаем, какие-то чаще, это уже такие обстоятельства. Так что действительно очень часто езжу именно по Хакассии. А в Нехакассии тоже, конечно, приходится ездить, и это различные общецерковные мероприятия. Вот у нас регулярно проводят, когда все владыки, всех епархий съезжаются вместе. Обычно это вместе с патриархом служат. Вот недавно вернулся строить Сергий Лавры буквально вчера. Там совершалось богослужение в связи с Днем памяти преподобного Сергия Радонежского. И практически очень многие владыки приезжают в этот день. Ну и я, а у меня есть еще основания, я ведь постриженек Троид Сергий Лавры. Вот я считаю себя, хоть я и далеко от нее, но все-таки в числе братьев Троид Сергий Лавры. Поэтому я два раза в год обязательно стараюсь приезжать. И 18 июля, и 9 октября я обязательно участвую, если позволяет обстоятельство, в этих богослужениях. Ну также и другие. Иногда епархии приглашают. Вот на Сахалин приглашали, где я раньше был архиереем. Другие какие-то. Ну конечно бывают и поездки вне России по разным поводам. Вот я недавно совершил поездку, ну как недавно, уже почти год в Египет. Вместе с нашими батюшками мы ездили, не всеми, конечно, некоторыми, для знакомства с монашеской жизнью Египетской церкви. Очень познавательная поездка. Много, конечно, поездок, но все-таки я считаю, что главная задача архиерея это быть на месте. Вот я спросил совет у одного почтенного владыки, когда мне только руку положили, это было 27 лет назад, как сделать так, чтобы служение мое как архиерея было успешным. Он мне сказал, нужно уподобиться некоторым образом на сетке, которая сидит на яйцах. Если она уйдет, яйца остынут и ничего не вылупится. Нужно сидеть, 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 пока там результатов не будет. то есть сидеть в епархии и заниматься вот этими делами. Поэтому разъезды, конечно, это хорошо, но главную свою задачу я вижу здесь. Скажите, пожалуйста, очень много вопросов поступает, почему на территории Преображенской площади вашего кафедрального собора стоит теперь юрта? А там не только юрта, там много чего стоит. юрта. Юрта вмещает в себя походный храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Что такое походный храм? Это храм, который может быть упакован и перевезен в другое место, и там вновь развернут. А там все, что полагается храму, и иконостас, и престол. Он может быть в автобусе размещен. У нас миссионерский автобус есть, не так часто он используется по разным поводам, но есть. Есть возможность приехать на автобусе в какое-то село, где нет храма, и служить прямо в автобусе в этом походном храме. Он там размещен, юрта, ну, не потому, что мы хотим как-то подделаться под хакасов, да, хотя среди православных очень много хакасов, очень много, и мы их любим и уважаем, и часто у нас бывают песнопения по-хакасски поются, мы же все-таки в республике Хакасии, мы должны это учитывать. Ну, не поэтому, а потому, что это самый такой дешевый способ нам дополнительное помещение, оно нужно в соборе. У нас есть и нижний храм, где богослужения происходят, и два предела, и еще один предел, и главный собор. Но вот часовня, она позволяет, когда богослужение в соборе совершается, или перерывах, совершать молитву и там. И там читаются акафисты, особое богослужение, они читаются и священниками, и мирским чином. Подходит часовня, у нас в честь иконы Божьей Матери, невидаемый цвет, деревянная, очень красивая, скоро оминоз. Кажите, пожалуйста, вот Вы же уже, ну, Ваша вся жизнь это связана с Богом, с верой. А вот скажите, пожалуйста, вот какие, не знаю, даже, может быть, не причины, а какие перипетии в жизни человека, чаще всего его приводят в храм. Есть такое? Ну, как перипетия. Вы знаете, по-разному приходят к Богу. Скажем, человек вел обычную жизнь. Может быть, в старое время, если он был комсомольцем, может, даже коммунистом, может, даже каким-то руководителем, быть, такие примеры. Он приходит в церковь и бросает все. Я не буду называть здесь известные имена. Без имен, конечно. Да, но вот бывает такое. Это ценно, это очень ценно, когда человек оставляет все, всю славу, это творческую, и идет в церковь. Хорошо. А бывает по-другому. Бывает, юноша выбирает с самого начала вот эту стезю и идет по ней. Что лучше? Юноша приносит с собой энтузиазм, какую-то вот молодежи, присущую решительность, какой-то молодежь, если склонна к каким-то поступкам таким, максималистским. Это же хорошо. Вот, то есть, а опытный человек приносит с собой опыт. В церкви все пригодится. И опыт, и максимализм юношеский. Вот. Что лучше? Не знаю. Не могу сказать. В каждом, для каждого человека у Бога есть план свой. Я пришел именно к юношей, и у меня не было таких каких-то порывов туда-обратно. Вот. Я считаю, это тоже хорошо. Тогда я вам еще один такой вопрос задам. Смотрите, все же сейчас говорят о том, что не хватает людей. На предприятиях, организациях вообще не хватает специалистов. Вот нам на телевидении тоже не хватает специалистов. А вот скажите, пожалуйста, есть ли нехватка, не знаю, можно ли такое слово употреблять, в священнослужителях? Конечно, есть. Что делаете вы? Конечно, есть. А вот смотрите, священнослужитель, ведь это, извините за выражение, употребляю, это штучный товар. Правда? Ведь священник, он должен либо вырасти в атмосфере церковной, либо иметь какой-то юношеский опыт приучиться. Он должен по идее закончить учебное заведение. Он может, конечно, заочно потом закончить. Но это не сравнимо с тем, как офицер готовится в военном училище. Так и священнослужитель, на мой взгляд, лучше всего он бы в семинарии, это закрытое учебное заведение, там своя дисциплина, свой образ жизни, кроме, конечно, знаний. И это настраивает. Я вот учился в семинарии и в академии всего 8 лет, и я вспоминаю это как самое благодатное, хорошее время. К нам пришел владыка, тогда был рижский, Леонид, и сказал нам такую вещь с студентами спала встречи. Вы знаете, говорит, я бы сейчас с удовольствием снял бы по ноге ее и рясу, надел бы ваш китель и с вами бы учился. Я подумал, что это немножко так перебор такой, но оказалось, да, это так оно и есть. Самые лучшие годы. Священник должен учиться, а учиться он должен достаточно долго. Он должен закончить среднюю школу, может быть, он получит высшее образование, потом, конечно, высшее духовное образование. Это все время, это все годы, и это большие сроки. Поэтому просто так вот священники не появятся ниоткуда. Просто так приедут к нам. Все хорошие священники, они все востребованы там, где они служат. А, быть может, вот эти люди, которые придут служить в храм, они как раз воспитываются, вот, например, у нас, мне кажется, есть замечательное учреждение, православная гимназия. Ну, гимназия особый разговор, поскольку она не имеет цели воспитания священных служителей. Она просто имеет цель, чтобы ребенок получил качественное образование среднее и находился при этом в церковной атмосфере, был приучен к богослужению, к молитве. Вот. Вот такая цель. Кто-то из них идет священнослужить, кто-то не идет, это уже не является целью. У нас очень много выпускников поступают в различные высшие учебные заведения, приобретают профессии, это нормально. Знаете, я вот как раз, если еще разговаривать про православную гимназию, совсем недавно были у меня коллеги из этого учреждения, и, знаете, мы говорили про закон Божий. И, вы знаете, я вот после этого эфира ехала домой и думала, на самом деле, ведь то, о чем говорится в законе Божьем, можно, нужно преподавать, мне кажется, во многих общеобразовательных школах, потому что это такие правила жизни, просто их можно перевести на современный язык, который будет понятен современным детям, детям, и вот, и они уже будут на этом воспитываться. Как вы относитесь к тому, чтобы действительно, возможно, у нас же сейчас очень много, посмотрите, внедряют предметов школы, финансовая грамотность, и семиеведение, и чего, в принципе, только нет. А вот закон Божий, как вы думаете? Вы знаете, слова «закон Божий» это общее название всех предметов или всех сумм знаний, которые вообще в семинариях делятся на свои дисциплины и там углубленно изучаются. Скажем так, это техническое название. Может быть, в советских школах это и лишнее было бы, но та возможность, которая имеется в средних школах, в обычных, а именно изучение православной культуры, эта возможность есть. Но эта возможность зависит от выбора родителей. То есть на каком-то этапе, может, кто-то об этом не знает, на каком-то этапе родители могут выбрать либо учить своего ребенка основам этики светской, а некоторые путают с этикетом, как вилку держать, а это нет, это другое. Этика, на мой взгляд, светская, я ничуть не против, да, я понимаю, что есть нормы, вежливость и все, но ведь сказал же не без основания наш великий русский писатель, что если Бога нет, то все позволено. Вот поэтому у предмета основы православной культуры не является религиозным, он является культурологическим. есть гораздо больше шансов способствовать воспитанию духовно образованной личности. Не говорится о религиозном воспитании, но вот скажем, мы живем в православной стране, а какие распевы существуют в православной церкви, кто знает о знаменном распеве, только специалисты, а пусть знают все, кто знает о киевском распеве, о греческом, вот они у нас на клиросах звучат, кто знает имена композиторов, великих русских церковных композиторов, Чеснокова, Бортнянского, это, пожалуй, только нас певчие знают, а простые люди не знают, а раньше знали, раньше в любом селе собирался хор такой, что, может быть, не уступал бы какому нынешнему соборному, потому что певческая культура была, люди многое знали и многим владели, вот гимназия, у нас вождь мирового пролетариата Владимир Членин закончил гимназию, как известно, и что такое гимназия, это преподавание языков, он изучал греческий, латинский и новые языки он изучал, вот, и у него сам лично видел, студентом ходил в музей Ленина, не знаю, сейчас закрыли, наверное, его, может, преобразовали, а тогда, да, смотрел, вот эти табели его, везде пятерки, понимаете, а что же вы нынешних детей лишаете возможности изучить древние языки или хотя бы познакомиться с ними, вот, я вот, например, знаю греческий язык, я не нуждаюсь в переводе, когда вот врачи что-нибудь говорят, мне понятно, о чем они говорят, да, хотя они были такие мудренные символы, мне это понятно, вот, так что необходимо детей учить, конечно, их, как греки говорили, он не умеет ни петь, ни плавать об необразованном человеке, вот, надо их петь, учить, плавать, литературой заниматься, писать, сочинять, все они должны уметь, математикой владеть, всем должны, но при этом, конечно, не надо упускать, что у нас цивилизация наша, индоевропейская, она, все-таки, христианская, а в особенности русская наша культура, она возвращена православием, и как не знать основополагающих книг, основополагающих пунктов учения христианского, необходимо, это не значит, что ты все должен быть православными, он выберет, когда будет, придет время, поэтому я, конечно, за то, и хотелось бы призвать родителей, когда такая возможность наступает, выбирать основы православной культуры, это замечательный предмет, который многому поможет, и даст ребенку, да. Наш разговор, мы начали, что вспомнили, нашего народного мэра, Николая Генриховича, Булакина, и как раз в покрова Пресвятой Богородицы, к дощину того дня, когда Николая Генриховича с нами больше нет, очень светлые всегда о нем только воспоминания, что вы вспоминаете, когда мы произносим Николая Генриховича Булакина, ваше знакомство с ним? Мы познакомились давно, когда я только приехал, это было в начале 2000 года, естественно, я, как архиерей, обязан был нанести визит вежливости, очень тепло мне принял, и сказал такие слова, мы давно вас ждем, вот, и потом уже в сотрудничестве с ним мы очень многое сделали, в том числе и храмы, и многое другое, у меня самые светлые впечатления о нем, как о глубоко компетентном мэрии, как о руководителе из большой буквы, это не значит, что сейчас плохие руководители, они тоже, каждый руководитель ведь по-своему, но, конечно, народу запомнился Николай Геннадьевич, своей близостью к народу, тем, что не жалел личного времени для того, чтобы войти во все тонкости, он все знал, каждую улицу, каждый фонарь, и когда были прямые эфиры, он не нуждался в том, чтобы куда-то смотреть, кого-то спрашивать, он говорил, что на такой-то улице будет то-то, а если не смог ответить на вопрос, он честно говорил, что я не смогу, но позже отвечу, видите, какие привлекательные черты у человека, ну и кроме того, это был человек с большой буквы, не только руководитель, который очень любил людей, и очень любил Абакан, вот то, что запомнилось, тем более, что дела Николая Генриховича живут до сих пор и продолжают жить, да, и нынешняя администрация во главе с мэром Алексеем Викторовичем, как-то вот успешно продолжает все, и это очень радостно, что он воспитал людей, которые несут этот груз самоотверженно и успешно. Уважаемый Владыка, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сказать нашим зрителям? Мне хотелось бы пожелать вам, дорогие телезрители, радости каждого дня. Каждый день празднуется память какого-либо святого или какого-то священного события из истории, и поэтому какого-то непраздничного дня на самом деле нет. Все дни праздничные, все дни радостные, и очень хорошо свою жизнь сверять с православным календарем. Очень многое получают те, которые ходят регулярно в храм, они слышат проповеди, священные песнопения, посвященные данному событию. Раньше же не было, когда семинарий в Древней Церкви. Люди были не менее образованы в духовных вопросах. Как они получали это образование? Через богослужение. Они слушали, почему наши предки так любили богослужение. Это не только молитва, но еще и некое училище, в которое каждый день можно ходить и приобретать по крупице знаний. И вот хотелось бы, чтобы вы, у кого есть любовь к Церкви, любовь к Евангелию, сверяли бы свою жизнь каждодневно с этим календарем. Он поможет вам жить вместе с Церковью. Это значит, жить единой, холдой жизнью с массой людей, которые стремятся к Богу, к добру, к свету. И хотелось бы пожелать вам, конечно же, мира. Церковь всегда молится о мире, несмотря на то, что мы поддерживаем воинов, да, и молитвой тоже, но мы молимся о мире. Мира, радости, семейного благополучия. Это тоже очень важно. Сейчас ведь год семьи, и надо преодолеть такую ситуацию, когда семьи создаются, а потом распадаются. Это вообще большая проблема. А почему распадаются? Потому что у супруга или у мужа и жены нет настоящей любви, настоящей жертвенности, которая способна жертвовать что-то для другого человека. И вот надо это преодолевать. Вот такого хотелось бы пожелать семейного тепла, уюта и счастья. Благодарю вас, ладыга, что вы пришли в нашу студию. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова